В силовых ведомствах сейчас шухер. На 30 марта отменили, несмотря на то, что это выходной, во многих силовых ведомствах отменили все выходные, отпуска и так далее, всем сидеть на рабочих местах. И идет перепись подчиненных разных людишек, которые сейчас отправятся на войну. Во всем переписывают тех, кто состоят на административном учете, тех, кто состоит на домашнем аресте, кто в СИЗО. То есть это все по областям, по регионам. С 30-го у нас без выходного дня. И судя по появлению приказов, вот это все было принято решение о мобилизации 300-400-500 тысяч. Где-то в районе с 11 по 18 марта. Есть, в общем-то, возможно, и до взрыва еще. Но теракты в Крокусе-Тимоле. Но, тем не менее, возможно, что теракт просто этому поспособствовал. Ого-го, какая информация, Ольга, вы нам с нами делитесь, спасибо. С 11 по 18 марта, да, в связи с чем это было принято? Это связано ли как-то тоже с теми псевдовыборами, которые проходили? Видно, хотели, может, посмотреть, как пройдет, и после них запустить. Да как мы и прогнозировали, собственно, что после этого вофейкового переназначения Путина на самого себя же без мобилизации не обойдется. Почему так сейчас без выходных, без проходных ускоряются? Все-таки хотят каким-то образом впрыгнуть в этот момент, пока неполноценно вся помощь пришла наших западных партнеров к нам и воспользоваться этим. Это для того, чтобы 300 тысяч хотят мобилизовать для взятия Харькова или для чего? Или, может, их будет не 300 тысяч, а даже 600, как говорит наш коллега-публицист-журналист Александр Невзоров. Говорит, первая часть, чтобы разминировать, вторая, чтобы зафаршировать. Ну да, очень похоже, что речь идет о цифре больше, чем в 300 тысяч. Для чего? Я здесь не могу судить, поскольку здесь я не специалист, и мое мнение будет обывательское, на которое не следовало бы обращать внимания. Я просто вижу то, что происходит сейчас во ФСИН. Вы знаете, из ФСИН приходит каждый день сообщение, что вербуются новые и новые заключенные, и там увеличиваются денежные удовольствия. И я сегодня слышала уже... Я отмахнулась, на самом деле. Сначала отмахнулась, сказала, знаете, что не морочите мне голову. Что сказать, какую ерунду, что подъемные 600 тысяч. Что не может такого быть, заключенный такт, без всяких денег. Ну как? Оно начало поступать отовсюду. То есть я сейчас в растерянности, потому что, с одной стороны, вот эти приказы по поводу отмены выходных, с другой стороны, вот это вот про деньги. А я-то знаю, что заключенные дают взятки, стоят в очередях, скорее уйти на войну. Это очень популярная вещь. 1600 сотрудников СИН ушли на войну. И силовики стоят, прокуроры, следователи. Это деньги. Люди идут за деньгами. И эти деньги все увеличиваются, 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 увеличиваются. Дело в том, что, конечно, Путин исчерпал, по крайней мере, уже два больших резервуара. Резервуар под названием «Заключенный», он почти исчерпан. В 2024 году он точно будет исчерпан. И там будут только новые поступления. И, конечно, больше нет резервуара. Вновь прибывшие получатели гражданства российского из Центрально-Азиатских республик. Тоже по понятным причинам их не будет больше. И вот сейчас, конечно, вся мобилизация пройдется по коренному, что называется, населению Российской Федерации. Где именно, где могут снова начать и хватит ли там? Ведь там уже проходились по этому коренному населению, так сказать, Российской Федерации. Или это действительно будет корено и пойдут по Москве, по Питеру? Насколько может это имперское облако мобилизационное охватить уже теперь все без разбору? Вы знаете, я думаю, что пока в столице крупных городов не будут. Тем более, что есть еще один небольшой, правда, но резервчик. Очень хотелось с вами об этом поговорить. Но вы знаете, что, конечно, знаете, что в ноябре 2022 года из Херсонской области было похищено почти 3000 заключенных. Там вывезли пять колоний и СИЗО. И вот эти заключенные украинские, они распределены по югу России, и они в Крыму. За прошлый год мы вывезли, в смысле, трус сидящий совместно с украинскими коллегами. Они называются захильные увязники. Мы вывезли почти 500 человек. То есть по украинскому, когда закону кончается срок, их выпускают. И вот, значит, мы, две организации, одна в России, одна в Украине, друг друга их передает, мы их перевозим. Достаем им документы, там, как-то сножаемся, и так далее, и так далее. Есть там некоторые проблемы со всем этим, но вот с чем мы столкнулись. Во-первых, мы не понимаем, зачем мы их забрали, зачем они похитили енота, зачем они похитили психонерологические диспансеры, зачем они похитили заключенных. А то вдруг начало, ну, по крайней мере, не то чтобы стало бы проясняться, но я бы предложила бы такую версию. Она была с самого начала, что этих людей могут заставить воевать против Украины. Очень быстро выяснилось, что основную массу не заставишь. В основном они все отказываются от российского гражданства. Есть очень много просто героических случаев. Один из наших любимцев, Михаил, он заходил каждый день в Крыму, в колонии, где он сидел, и говорил славу Украине, его били. Он в следующий день заходил и делал то же самое. Он давно уже вернулся к маме. Насколько я знаю, добился того, чтобы его все-таки взяли на фронт. Хотя я знаю, что с судимостью нельзя, но он добивался очень долго, и у него есть к тому разнообразные заслуги и регалии. Так вот что начало происходить? Вдруг мы начали видеть, как осужденным стали пересматривать сроки, украинским осужденным стали пересматривать сроки в российских судах. И скашивать по 10 лет, по 6 лет. И, конечно, такие заключенные, они не возвращаются в Украину, где они по-любому будут досиживать, да? Они просто в России. Я посмотрела, что это за люди. В основном по педофилии и разнообразным сексуализированным преступлениям. То есть вот такими прекрасными подданными прорастает Российская Федерация, потому что они, конечно, я не знаю, зачем это делается. У меня есть только одна версия. Им деваться некуда. Им у них в России нет ни кола, ни двора, никого и ничего. Им негде жить, их не возьмут на работу, и путь у них один – на войну. Субтитры создавал DimaTorzok